И вы никогда в это не поверите, потому что это мой первый день в Европе. Всем привет! Наконец-то я переехала в свою квартиру в Милане. В Милане я буду, наверное, больше двух лет. Но я не знаю, куда меня приведет жизнь в ближайшее время, поэтому я не форсирую события. Не буду рассказывать слишком много деталей, чтобы не утомлять вас, но приехала я два дня назад. Я безумно рада, мне нравится это место, мне нравится моя квартира. Я снимаю комнату, говоря в центре города. Сегодня прошла двухчасовая лекция, и это было слишком быстро, если честно, потому что остальные все наши предметы длятся минимум 4 часа. То есть один предмет, одна лекция одного предмета занимает 4 часа, а по средам одна лекция занимает 9 часов. Почему я возвращаюсь на YouTube-канал? Потому что я осмыслила о том, что я делала очень редко, снимала видео, это занимало безумное количество времени. Сейчас я решила, я лучше буду снимать видео практически каждый день в форме влогов, в разговорной форме, может быть, какие-то творческие видео. В общем, пишите, что вам будет интересно увидеть. Да, я хочу делать больше видео, больше вам рассказывать, и больше с вами общаться. Поэтому вот, сейчас я поеду, я должна уже быстрее поскорее собираться, так что пока! Великолепно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И сегодняшний образ наиболее классический, мне он очень нравится Кстати, эту юбку я купила за 500 тенге, знаете какой это бренд? Kinzoa в секонд-хенде Обожаю, обожаю алматинские секонд-хенды, они самые лучшие, поверьте мне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I'd like to introduce you to an unusual musical instrument Я хочу вам показать свой парк, рядом с которым я живу Мой друг на этом месте всегда говорит, господи, ты что, эльфийская принцесса что ли? Почему ты постоянно находишься в парке? Я не знаю, мое сердце требует, требует природы, требует ярких цветов, животных различных Кстати, здесь очень много моих друзей, животных, которых я встретила, впервые в жизни вообще увидела Подобных вот животных, которых вы сейчас увидите Ну, не собак, конечно Вот, вот, посмотрите, что она вытворяет Что она вытворяет Я обожаю бегать и после бега делать растяжку Это так круто, это так приятно чувствовать Ощущать, что ты, твое тело полностью принадлежит тебе И ты делаешь абсолютно все, что ты хочешь Ты его контролируешь Нету чудеснее чувства на свете Поэтому занимайтесь спортом, дети мои Как я люблю такую погоду Моя самая любимая Деревья, птички поют Какой кайф Какая красотища Нету людей, ни души Мне хорошо, когда болит немного меньше, чем обычно Мне хорошо, когда мозг немного больше, чем всегда Мне надоело вместо твердо уповать на эластичное И танцевать на грани между негадами Тише! Я так хочу услышать голос Тише! Я так хочу услышать голос Который тонет в бездне лишних Который тонет в бездне лишних слов Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в общем, концерт концертами, но пора возвращаться в студенческую жизнь, пора браться за учёбу. В общем, это наш кампус, это кабинет, в котором мы работаем с группами. Всего на моей специальности Product Design на магистратуре всего 50 человек и ни одного русскоязычного студента, что мне очень даже нравится. И, кстати, это Слейт, мой однокурсник, он из Калифорнии. Учёба в Политехнику Димилана достаточно интенсивная. Наши лекции длятся минимум 4 часа. Некоторые дни мы учимся с 9 до 7 вечера. Поэтому обед и ланч — это святое. На ланч я хожу всегда с Симоне и со Слейтом. И студентам, кто учится бесплатно и кто получает стипендию, нам выдают по 5 евро в день, которые мы можем тратить на еду в ресторанах либо в супермаркете. Очень удобно. Всего за один семестр я выбрала 3 предмета, и один из них мой самый любимый — Product Design Studio, где у нас очень много практики. Сейчас мы едем в город Парму для того, чтобы начать новый проект, увидеть шоурум и завод для нашего проекта, над которым мы работаем. И это просто безумно круто. И у меня к вам риторический вопрос. Какой истинный итальянец откажется от ланча? Здесь, в периферии города, наш профессор пригласил нас в ресторан, где выкрикнул «РОСА ВИНО!» Мы такие «РОСА ВИНО! ПАСТА! ПАСТА!» И самое милое, после того, как мы напились и объелись, наш профессор оплатил за ланч. И это так мило. Итак, я собираюсь встретиться с одним человеком. Неважно кто, неважно что, неважно как. Ой, у меня бардак в комнате. О, как вам мои очки! У меня такие подачки есть, и я их использую чаще всего дома. Я их ломала миллион раз. У меня есть привычка ломать очки и наступать на них. Я... Я могу просить, а у меня есть «РОСА ВИНО!» Я лучшую часть! Я выношу, а у меня утром! Девушки, как я, злой, дни, дни, дни совершил фрорио! И еще раз, я не знаю, что я знаю, что-то я хочу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 будем готовить борщ аджика до борща вместо томатной пасты квашеная капуста я люблю покислее лавровый лист из дома сгущенка на десерт капуста санта клаус День пятый, я иду со своей подругой, мне нужно купить чехол для своего фена, мой аутфит, очень нравится ремень из новой коллекции Рассвет, мне его подарил мой друг. Голова грязная, еще у меня даже нет расчески, в Алма-Ате в принципе я не использую расческу, но здесь я решила изменить свой подход к волосам, потому что они у меня все-таки начали портиться. Но знаете, что при этом климате европейском, достаточно таком влажном, у меня улучшилась кожа, состояние кожи. Хотите прикол, как я отличаю два этих идентичных ключа, потому что один из них открывает эту дверь входную, а другой дворовскую, я не знаю. В общем, сначала покажи мне сисю, вот сиса, где это тут написано, в общем, тут написано сиса. Сисю покажи мне сначала, а потом свою кису. Ну так я все время, вот я просто с первого раза научилась, понимаете, это я тот самый человек, который учится только по каким-то ассоциациям. Ой, ребятки, давайте я вам покажу свою чудесную супермаленькую комнату, но в которую вмещается все, которую я безумно уже люблю. Такс. Вот так она выглядит, извините за бардак. Вот так я вот все бросаю на кровать. Моя тумбочка прикроватная, лампа, которую я хочу поменять. Я выбирала себе квартиру, чтобы была достаточно, наверное, старая мебель, я не знаю. Я всегда смотрю на полы, мрамор, паркет, на деревянные двери, вещи, на вот такие вот детали. Для меня очень важно, чтобы мебель была сделана из настоящего дерева, не ДСП. Ну, решила, естественно, расположить свой стол прямо под окном. Мой любимый столик рабочий. Вот, тут я отдыхаю. Иногда вытаскиваю велосипед. Ой, извините за тряпочку, надо убрать ее. Мне очень нравится этот шкаф. Ну, пока что у меня здесь супер бардак. Супер бардак. Я не знаю, что куда положить, поставить, расставить. Здесь ремни, здесь все необходимые какие-то вещи, головные уборы. О, боже мой, изюм, я его искала. Вот у меня есть такая привычка. У меня есть такая привычка. Куда-нибудь поставить не на место. И потом искать. Знаете, какая самая главная проблема очкариков? Это когда ты снял очки, и потом не можешь их найти, потому что у тебя плохое зрение, и ты их вообще просто не видишь. Блять. И надо добавить цвета. Цвета губам. Вот мой любимый оттенок Inglot. В смысле, бренд Inglot. Оттенок, хрен пойми какой. Ну, вот, посмотрите. Я его первое время не понимала. То есть, ну, что за фигня? Почему он такой слишком розовый? Как его использовать? А сейчас я считаю, что он просто самый лучший. И знаете, какой карандаш, карандаш, какой я карандаш использую? Разговаривать. В общем, оттенок 40 851. Правда, вещь-вещь. Что я вам покажу сейчас? Это мой маленький шкафчик. Ох, вот он, вот он мой шарфик. Вот он. Посмотрите, это идеальный оттенок. Я говорю, я очень люблю розовый и голубой. Боже мой, что за красавица? Итальянка. Вот. Джинса. Ой, надо вот эти. Ремень. Уф. Уф, уф. Какая красотка. Юшкин, матрешкин. Я, блин, с вами все время опаздываю. Потому что я все время стараюсь снять все на камеру. Это ужасно. Ууу, энергозатратный. И... Так, где моя киса? Киса, киса. Это энергозатратное. И, в принципе, блин, я так много драчу времени. Но мне нравится это делать. Мне нравится смотреть себя, слушать. Оп. Видите, как быстро я открыла? Потому что я знаю, что нужно открывать кису, а потом сису. Все, я иду. Сейчас я поеду на встречу. Потом, можно, на вторую еще встречу успею. Я точно не знаю. Но мне нужно, мне нужно успеть купить отпариватель. Потому что мои шелковые платья вообще в супер ужасном состоянии. И я не хочу использовать наш старый утюг. Just got here. Oh my god. Я на встречу опаздываю так сильно, что уже все меня ждут. Это плохо. Я не люблю опаздывать. Я всегда приезжаю раньше на 10-15 минут. Но лучше, блин, подождать человека, чем тебя будут ждать. Вот. А еще мне все говорят здесь, что я очень эмоциональна. Что я как будто родилась в Италии. А я на самом деле очень эмоциональна. Так, я пойду дорогу переходить. В 30 минутах от Милана находится провинция Кома. Мы отправляемся с друзьями туда. Теннисный корт. Теннисный корт. Теннисный корт. Субтитры делал DimaTorzok 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 выслушивать мудрая женщина, которая может мне дать советы, которая может меня принять любой, с плохими оценками в школе, чумазую, не победившую, не занявшую первое место в соревнованиях по художественной гимнастике, это, конечно, бабушка. И самое забавное, что я не знаю, каково это иметь бабушку или дедушку, каково это иметь папу. И мне стало так горько за себя, так обидно, так жалостно за то, что я никогда-никогда не испытаю чувств, этих эмоций, что я могу прийти к своей бабушке, к своей мудрой женщине, обратиться к своему роду и рассказать ей о своей первой любви, о своей первой разлуке, о своём разбитом сердце, пожаловаться на то, что моя мама меня не понимает. И так было обидно, и так было горько, что я не знаю, почему. Я не знаю, почему. И я надеюсь, я надеюсь, что, я думаю, я хочу в это верить, что существуют души, что есть реинкарнация, что есть ангелы-хранители, и я думаю, что это моя бабушка. Если честно, я даже не знаю, за какую бабушку я плакала, за папину маму, за мамину маму, я не знаю. Я просто чувствую, что есть этот родной человек, эта душа находится рядом со мной. И я так по ней скучаю, несмотря на то, что я ещё её даже никогда в жизни не видела, не чувствовала. И, наверное, лет до семи я даже не знала, что такое бабушка, что такое дедушка. А уж тем более папа. И поэтому в 25 лет вдруг я должна была именно в этот день выпустить из себя это. И я очень счастлива, что я это сделала, что я это записала у себя в дневнике, что я всегда буду помнить свою любимую бабушку, которой у меня никогда не было, что я буду по ней скучать, несмотря на то, что я её никогда не видела. Потому что ей что-то, что-то больше, наверное, физического тела. Поэтому цените своих родных. Даже если они недостаточно дают вам любви. Потому что, поверьте мне, мне или не знать, наши родители любят нас так, как они умеют любить. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok